Пресловутая история с краповыми беретами На удобном транспорте И мы как-то обойдемся без вот этого Без этой грязи, без этих сверхнагрузок А дальше, когда претензии предъявили Вы, ребята, вообще чем здесь занимаетесь? У нас тут сдача на краповый берет Сдача норматива Ну и там полезли в драку И чуть генерал не наваляли по морде Чтобы все это скрыть, пригласили к генерала Лысюка Который сам в краповом берете И все вокруг него пританцовывают Приплясывают и приседают Что он якобы вот такой Авторитетный человек Ну, вроде бы Всем должно быть известно, что это за человек Но за давностью лет Все как-то рассеивается И забывают о том, что Поручено скрыть Реальные обстоятельства Вот этого конфликта Человеку, который получил звезду Героя России за массовое убийство людей Убийство людей в Останкино в Москве В 93-м году Вот, расстрел там По неофициальным данным Там больше 200 человек было убито Которые были без оружия И, в общем, не намеревались применять силу Были просто возмущены Деятельностью ельцинских средств массовой информации И требовали предоставить эфир Для того, чтобы изложить свои взгляды Ну, а там потоки лжи просто Холестали тогда В те трагические дни Октября 93-го года Сентября-октября И вот именно Лысюк, тогда полковник Лысюк Командовал этой группой Витязь, которая Расстреляла, массово расстреляла Просто Прошила насквозь толпу Своим оружием, предназначенным для другого И в одном из интервью Случайно я его увидел Посмотрел Чего там может сказать Это существо подлое Ничего, конечно, сказать не может Типа того, что вы давайте Вот все, кто с крабами и беретами Вы заткнитесь все Вот Мы тут сами разберемся Не надо выносить ссор из избы И давайте там честь мундира будем хранить То есть давайте под спудом тайны Вот эту подлость, которая поселилась Среди людей в погонах Оставим, чтобы никто ничего не знал Да мы уж все знаем давно Мы знаем, кто такой Лысюк Мы знаем, что такое Росгвардия Где все это случилось Ну вроде бы люди Сдают какой-то норматив Получают Некий Символический предмет Что они вот прошли Это тяжелое испытание Ну примерно как там В боевых искусствах Черный пояс Ну тоже есть же проходимцы Которые там продают Раздают черные пояса Просто так там себе присваивают Вот и здесь тоже Ну появились люди из Чечни Которые решили сами себе присвоить Ну фактически вот так получилось Ну там же Рамзан Ахмат Сила И вот это их Вот это выпендрешь Абсолютно диких людей Неспособных ни на что Кроме вот именно на это Да они здесь Вот посмотрите Там В боевых искусствах Дагестанцы Или там чеченцы И так далее Они здесь себе устраивают Никакого контроля Допинг контроля там нет Поэтому Можно нажаться Чего хочешь И там побеждать А потом они выходят На международный уровень И что они получают А ничего Ничего То есть просто ноль Просто Голый ноль Вот те кто так готовится Вот чтобы не по сеньке Шапку на себе одеть Вот с ними получается вот это Они вообще-то они ноль А здесь они выпендриваются Поскольку он находится Под личным покровительством Путина То есть Путин покровительствует Убийце Кадырову Убийце Изменнику Врагу русского народа И врагу России А он уже покровительствует Вот всей этой банде Это же уголовники Какие это защитники Это не защитники Росгвардии А что они защищают Лысюк проболтался Вот в интервью О котором я начал говорить Он назвал Росгвардию Внутренними войсками По привычке Это действительно внутренние войска Направленные внутрь Против народа Причем вооруженные Так как будто бы Мы Народ Обобщенно так назовем себя Мы народ Вооружены тоже Тяжелой техникой Там самолетами Танками И так далее Против нас направлено Вот это все Это внутренние войска И они направлены Не на внутреннюю измену Потому что Измена сидит в Кремле Измена сидит в Чечне Они же не направлены На чеченских бандитов Наоборот Эти чеченские бандиты Прямо вот там у них На краповых берет сдают Два ублюдка сдали Там на краповый берет Им Рамзан подогнал Там Опубликовали фотографию Каждому Там по Мерседесу Здорово А всем остальным А все остальные Ну они Они же обычные Кто Все Это означает Простую вещь Как сказал Полковник Ковачков Теперь краповый берет Это признак чеченца Хотите Чтобы вас Так воспринимали Продолжайте Носить эти свои краповые береты Вы гордитесь тем Что вы там Прошли какую-то полосу препятствий И Вот Показали свою физическую Техническую готовность Но Вот Пожалуйста Вам Полковник Лысюк Генерал Нынче Лысюк В запасе уже Но вот В авторитете Герой России Он Кириенко Герой России Кадыров тот же Герой России И там целый выводок Этих героев Которые бандиты Убийцы Враги России Но им присвоено Вот это звание Оно раздается просто так Мы Привыкли к тому Что Символизм Он как бы Вызывает определенные эмоции Уважения Например Когда мы видим Орденоносца А эти ордена Дают вот прямо Из кармана Так вот Просто так Или просто Врагу дают Как будто он Герой-защитник России Вот Лысюк Он враг Конечно Любого Русского человека Любого Представителя коренного народа России Любого патриота России Конечно он враг Но он Герой России Так обозначен Кириенко Полное ничтожество Полный неуч Который не имеет Ни образования Ни опыта Деятельности В какой-либо сфере Как кстати и Путин Но он Герой России Потому что Его поставили на Росатом В котором он Ничего не соображает Дали ему героя Вот так же И получается Что мы видим Человека Например в краповом берете Со звездой героя Как мы должны К нему относиться Символически Мы Вот как бы Эти символы По смыслу Должны воспринимать Так Это Герой Причем Вот Герой такой Вот На передовой Был Вот Он хорошо подготовлен Он Способен И он герой А на поверку Если мы Проверим Оказывается Что все не так Или мы Заранее Теперь уже Не можем сказать Так это Или не так Вот С краповым беретом Уже все Они Скали Мы сами Разберемся Никакой драки Не было Стрельбы Не было Никто краповые береты Не снимал Никто никому По морде Не бил Все Мы сами Разберемся Тихо Мирно Спокойно В своих Внутренних войсках Не ваше Собачье дело Там Знать Что там происходит Ну Наше дело Вообще все Вот Для Нормального Человека Для гражданина Нас касается Все Что происходит В государстве Все Что происходит В государственном Органе В любом В любой Государственной Службе Все это Нас касается Напрямую Потому что Это финансируется Из нашего Кармана Это не частная Жизнь А вот Подонки Типа лосяка Понятно Кем направляем И кто Эти статусы Ему дает И так далее Вот они Нам говорят Мы сами Разберемся У нас тут Есть Свои Собственные Внутренние Проблемы Мы Не будем вам Общать И всем Запрещаем Об этом Говорить Ну фактически Цензура Такая Возникла Но наш Ответ Ответ Нормального Русского Человека Все Для нас Ваш Краповый Берет Это признак Позора Это признак Стыда Вот мы Вас уже Вот людей В краповых Беретах Не воспринимаем Как своих Защитников И не будем Воспринимать Если вы Говорите Кому-то Что вы Служили Или служите В Росгвардии То Нормальный Человек От вас должен отвернуться Уйти И больше никогда С вами не разговаривать Потому что Росгвардия Это оккупационные войска Просто Оккупационные войска Никакой другой функции У них нет И вот Пожалуйста Туда Принимают Бандитов Убийц Выкормышей Кадыровской Вот этой Воровской Слободки Которая еще Там Спонсируется Из бюджета Каждый год Там Миллиард долларов И еще там Какие-то Накидывают И по всей стране Вот эти банды Которые Теперь Бизнесмены Естественно Им позволили Легализоваться И со своими Вот этими Ужимками И со своей Наглостью Беспредельной Боевые искусства Ну какие могут быть Боевые искусства Для русского человека Если Если там Птенцы Кадырова Если там Ахмад Сила И вот эта Вся Вся эта мерзость Ну Значит Мы где-то В другом месте Своё приложение Сил найдем Найдем Несомненно А вы Ну давайте Там Кто же будет Вас уважать Мы же Кто разбирается Видим В этом Мы же Видим Уровень Ваш уровень Ну уровень Это Напичканные Допингом С Такими Выпученными Глазами Существа Которые уже И на людей Толком не похожи Вот Да У нас Забирают Одну сторону Деятельности Другую Служить Родине Запрещено Правду Публиковать Запрещено Боевыми Искусствами Заниматься Невозможно Потому что Они все Вот там То есть Все руководство Там всяких Федераций Единоборт Все у них Ну что поделать Да Мы живем В оккупации Нам надо Как-то Объединяться Создавать Свои Замкнутые Не пускающие Туда Изменников Предателей Убийц Бандитов Сообщества Вот такие Сообщества Должны быть У русских Людей И доплевать Нам на краповые Береты Мы придумываем Какие-то другие Знаки Отличия А эти уже Все можно В помойку Выбрасывать Это не наше Мы не можем Этого уважать Мы не можем Уважать Людей С государственными Наградами Да там Орден мужества Звучит красиво А было ли Мужество Когда вручали Этот орден У кого-то было А у кого-то не было И как мы заранее Можем знать Каждого расспрашивать А вы за что Этот орден Мужества получили Не можем Поэтому и не носят Награды Так же как и не носили Награды Настоящие ветераны Фронтовики Потому что они знали Цену этим наградам И знали Сколько Людей погибло Без всяких наград Или совершило подвиги Без всяких наград И Вот как-то Бринчать медалями Это Ну Не считалось Приличным Среди ветеранов Потом уже там Сошедшие с ума Уже там Выжившие И оставившие Свою совесть Где-то там Посидев в президиумах И совесть Куда-то сгинула Да Тогда вот эти вот Все значки Которые только есть Как коллекцию Раз себе на грудь И Вроде герой Хотя достаточно Одного ордена К самого Высшего Самой высшей Пробы Остальное Это можно не носить Это было бы логично А так Ну да Парадный портрет Весь вот Испещренный Какими-то наградами Это ладно Пусть дом висит Вот мы Должны собраться В свои собственные Сообщества И свои собственные Знаки Отличия Героизма И подвига Иметь Но для того Чтобы все это иметь Нужны авторитетные Структуры Авторитетные люди Которые Опираясь на их Авторитет Мы понимаем Насколько авторитетны Исходящие от них Знаки Отличия Там ордена Или какие-то Грамоты Звания Почетные И так далее Нет у русских людей Авторитетов Нет Не потому что Их нет вообще А потому что Эгоизм Растекся Среди русских людей Каждый сам себе Голова Каждый считает Что он в любой Области Разбирается лучше всех Он не верит никому И не хочет Разбираться ни в чем Вот эта проблема Она гораздо важнее Чем какие-то Эти краповые береты Будь они неладные Вот Нам надо создавать Свои авторитетные Структуры Кому-то доверять Если вы никому Не доверяете То У вас как бы нет Среди русских людей И таких 99% Каждый сам за себя Каждый сам за себя Значит Каждый дюжий Тебе господин И вот Этих дюжих Готовят бандитов Убийц Внутренние войска И так далее Оккупация Значит С оккупацией Мы бороться можем Только Формированием Своего Личного Мирозренческого Достояния Которое Становится Общим Для всех И у нас Отдельные От оккупантов Авторитеты Отдельные От оккупантов Объединения Людей Доверие Среди них Не должно Пользоваться Никаким Доверием Среди нас У нас Свой круг Доверия И свои основания Для того Чтобы доверять Тому или иному Человеку Или тому или иному Общественному Объединению Слава Руси Господи Спаси